Наступает 2014 год. Что сейчас вы можете сказать о тех положительных и не очень положительных изменениях, ждущих бизнес в наступающем году? И какие новые задачи в связи с этим перед собой ставить? Есть такой вопрос? Во-первых, если говорить о комплексе, то сегодня есть определенные сложности, связанные с замедлением темпов экономического роста, если говорить в целом о стране. Это вот такая серьезная проблема, которую, наверное, вы все уже видите, и материалов уже достаточно по этому поводу. И сегодня в экономике всего мира испытывают достаточно серьезные проблемы, и наша российская экономика не исключение. Бизнес в связи с этим только еще могут начаться серьезные проблемы в ближайшее время, они уже начинаются, связаны с уменьшением покупательской способности населения, с проблемами с финансовой сферой, то есть, что кредиты может в ближайшее время стать получать достаточно сложно. Тем не менее, как бы, сейчас у нас работа по анализу ситуации ведется достаточно активно, пока еще рецептов решения всех этих проблем не появилось ни у кого практически. Среди положительных моментов можно сказать о том, что все-таки идет сейчас достаточно такой нормальный хороший диалог по поводу продолжения экономической амнистии, хотя амнистия, которая предполагается под юбилие Конституции, она не предполагает особо экономические статьи, но это не говорит о том, что тема продолжения экономической амнистии, она полностью забыта. Эта работа продолжается. Также Институт Уполномоченного в Российской Федерации в целом сейчас занимается вопросом совместно с ОСИ, мы подключились сейчас, подключаемся активно к этой работе по усовершенствованию дорожных карт и по контролю за их реализацией, потому что мы знаем, что часто дорожные карты пишутся достаточно правильные, на деле они не все всегда работают, но вот в регионах, вот есть Институт Уполномоченных во всех регионах, сейчас у нас есть договоренность с ОСИ, что мы к этой работе тоже будем подключаться, я думаю, что все-таки инвестиционный климат от этого будет только улучшаться, у нас такая задача, по крайней мере, стоит. Но в целом ситуация сегодня непростая, это надо понимать, и нужно просто очень четко по бизнесу планировать свои горизонты, понимать, что будет происходить в ближайшую перспективу, наверное, не кидаться в какие-то такие супер рисковые непонятные проекты, которые могут кому-то показаться сверхинтересными и доходными, но учитывая все-таки определенную специфику периода, в котором мы живем, может быть, каким-то образом воздержаться. Ну и как бы держать в уху вострова, я могу посоветовать, потому что, знаете, бизнес, это еще раз я говорю, это риск в первую очередь. И кто не рискует, с одной стороны, тот не пьет шампанское.